Ждать какого-то чуда не приходится. Мы должны трезво оценивать ситуацию и готовиться к самому даже плохому развитию событий. Эти слова Роман Старовойт сказал 30 марта на оперативном совещании, а уже 31-го в регионе подтвердились первые случаи заражения. Курская область держалась дольше всех Черноземья. Начало апреля в соседних Белгороде и Орле пандемия уже набирала обороты. В режиме повышенной готовности наш регион жил несколько месяцев до, и к моменту атаки мы были вооружены медикаментами, оборудованием и знаниями. Состояние пациентов удовлетворительное, в принципе, они находятся на стадии выздоровления. При поступлении к нам в больницу у нас, конечно же, были подозрительные симптомы, и мы целенаправленно обследовали на это. И мы назначали специфическую терапию этим пациентам, не дожидаясь до получения результата этих окончательных анализов. И терапия была эффективна, пациенты на данный момент поправляются. Первый удар на себя приняли сотрудники инфекционной больницы имени Симашко. 250 коек, нужное оборудование и медикаменты, подготовленный персонал. COVID-19 вне больничной пневмонии, острой ОРВИ. Самые заразительные пациенты здесь. Медики бесстрашные, потому что боятся просто некогда. Рискуя собственными жизнями, 24 часа в сутки спасают чужие. Я помню, как раз это был первый пациент, это был мой пациент, который в целом не подтвердился этот диагноз. Это был гражданин Китая, самый-самый первый. То есть это у нас было, скажем так, боевое крещение. Мы были в костюме кварц, то есть все как положено именно. Волнительно было? Я не волнуюсь обычно. Не волноваться, а делать свою работу. Не бояться, а спасать. Уверенно и самоотверженно. Если переживать, то только за пациентов и вот так, издалека. И заставлять каждую минуту уже своих родных тревожиться за них. Конечно, переживают. Переживают, это нормально, но переживать не нужно. Если мы все соблюдаем, все правила, все принципы, все нормы, все рекомендации, то переживать нам не о чем. Мы обязательно со всем этим справимся. 8 апреля хорошие новости. Есть первый победивший вирус. Из стеклянных боксов инфекционки буквально на свободу. После королевского заточения желания простые, но точные. Ход домой, поесть мамины еды. И все. И удаленная работа меня ждет. Сразу за Симашко готовить к приему больных коронавирусом стали городской роддом и шестую Курскую больницу. Роман Старовойт лично выезжал проверять, как перепрофилируют лечебные учреждения. Все инфекционные госпитали оперативно комплектовали жизненно важным для пациентов оборудованием. Стены оборудования для победы над вирусом, конечно, недостаточно. Курские медики с коварным ковидом столкнулись впервые. И хоть к тяжелым пациентам привыкли, сотрудники, например, БСМП, которые тоже стали работать с зараженными коронавирусом, в буквальном смысле готовились к войне. Не столько с болезнью, сколько с собственным страхом. Переживание было только за семью. Потому что это наша работа. То есть мы должны это делать. То есть если можно провести параллель с военным временем. Я бы так сказал. То есть мы должны это делать. Мы учились. Мы единственные, кто в данном случае может противостоять. Каждый день учились. Работать со сложными пациентами, оборудованием, беречь себя. На помощь пришли уже опытные коллеги. Лучшие медики региона. В такой защите персонал может находиться с таким респиратором не более шести часов. Но физически, я сразу могу сказать, народ выдерживает, но где-то порядка четыре с половиной. Дальше уже становится весьма и весьма тяжело. Двое-трое суток уйдет этот страх. Уйдет этот страх полностью, если вы понимаете. И вы будете работать как с обычными больными. Но помни о том. Контроль, контроль, контроль. Это главные специалисты. Это люди, которые обладают самой высокой квалификацией. Знают об этих пациентах больше всего. Это, конечно, врачи и больницы скорой медицинской помощи. Вернее, областной клинической больницы. Это врачи инфекционной больницы имени Симашко. Они делятся опытом. И самое главное, опять же, мы заботимся о курянах, о качестве оказания медицинской помощи. Каждодневный риск – дело благородное, но опасное. На очередном заседании оперативного штаба резюмируют. В Курской области самые крупные очаги распространения вируса среди медиков. Все чаще в соцсетях появляются новости о сокрытии фактов, репрессиях, жалобах персонала. Больше ста сотрудников Курской областной болеют и нуждаются в поддержке. Они в обвинениях. Сегодня основная задача Курской областной больницы, я это уже говорил, и буду говорить еще, это объединение персонала, это объединение сотрудников для того, чтобы не сорвать оказание медицинской помощи жителям региона. И только это консолидирующее начало должно быть во главе всего, а не какие-то слухи и домыслы. И все же коронавирус заставил всех объединиться, независимо от возраста и статуса. Врачи каждый день борются за здоровье. Помочь медикам – задача каждого из нас. Болонтеры, например, привозят к дверям больницы средства индивидуальной защиты. Вот подарок в 100 комбинезонов, 100 респираторов и 55 защитных экранов. Мы понимаем, что больница сегодня работает на пределе своих мощностей, максимально загружена. И именно в этих средствах индивидуальной защиты в настоящее время первая необходимость. Средства индивидуальной защиты есть, но, вы знаете, никогда лишним это не бывает. Поскольку медицинские работники должны работать в их средствах защиты все время для того, чтобы обезопасить себя и не дать распространению инфекции. В благодарность курским медикам в центре Курска зажигается большое сердце, источает тепло и кричит «Мы знаем, как вам трудно». А губернатор впервые становится донором. Пандемия сильно повлияла на наполнение банка крови. Поздравляем вас. Стали донором Соловьевого края. Спасибо большое. До свидания. На помощь опытным коллегам приходят юные, самоотверженные. В Курске на передовой не только штатные специалисты, но и студенты-ординаторы. Здесь они добровольно, по зову профессии и, конечно, сердца. Когда пришла беда вообще в наш мир, которая стала угрожать жизни каждого человека, то просто невозможно было, наверное, сидеть дома и спокойно наблюдать ежедневно за сводками о количестве заболевших, умерших людей. Скорее всего, пациенты не запомнят их лиц. На смену в грязную зону они приходят в специальных защитных костюмах и очках. Но те, кто с их помощью побеждает коварную болезнь, будут благодарны всю жизнь. Сейчас работы, как никогда, много, но они знают, ради чего готовы и дальше не спать по ночам. Идти дальше, помогать дальше, потому что за какой-нибудь для нас обычный повседневный внутримышечный укол пациент говорит спасибо, это, конечно, бесценно. Мы вместе пережили уже несколько месяцев пандемии. Отвыкли ходить в кафе и магазины, масштабно отмечать свадьбы и дни рождения. У нас появилась новая вежливость – маски. Мы надеваем их, чтобы не заразить других. А еще мы давно не обнимали близких. Все ради общей победы. Вирус точно сдастся, у него не будет выбора. Если каждый из нас будет помнить о собственной безопасности и защищать людей вокруг. Мы, по сути, сейчас из режима самоизоляции переходим в режим самосохранения. Субтитры создавал DimaTorzok